Это порция очередного Z-нытья, да не простая, а что называется золотая. Естественно, на второй день украинской операции в Курской области многие Z-каналы, которые за день до этого писали, что ну вот опять какая-то ерунда, убили всех украинцев, всех разметали, начали писать совсем другие вещи. Даже такие презентабельные и серьезные каналы, как Рыбарь, сотрудничающий с Министерством обороны, написал гигантскую простыню о своем разочаровании и очень эмоциональный пост. Подоляка тоже присоединился. Да что там, кто только не написал про тотальный провал, который существует у России в Курской области прямо сейчас, про отсутствие подготовленных солдат и про то, что кто-то должен сесть за это все, а начальник генерального штаба должен смениться немедленно. Сегодня особая, с пылу с жару, вкусная, замечательная часть рубрики Z-нытья. Усаживайтесь поудобнее и готовьтесь хохотать как можно сильнее. Ведь в прошедшие дни они ныли гораздо больше обычного. Честно говоря, там гигантские простыни, просто огромное количество Z-нытья на абсолютно всех каналах, разве что кроме канала Евгения Поддубного, потому что сейчас мы в тяжелом состоянии в больнице после удара FPV-дрона. Ну прям очень много, поэтому я отобрал то, что мне больше всего понравилось. Ну кстати, пишите, насколько вам подборочка. Может быть вы встречали какие-то посты и поинтереснее. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, подписываться на канал. Про Курскую область и происходящее там мы с вами много будем еще говорить, конечно же. Но уже завтра в сводке обсудим и может быть после. Ну а сегодня поговорим о Z-нытье и о том, как сами Z-ники оценивают происходящее. И не забывайте поддерживать канал на Патреоне, ссылка будет в описании. Ну что, готовы? Поехали! Ошибаться можно, врать нельзя. Цитирует Подоляка и вообще все, все Z-каналы Белоусов. Блин, я вам говорил, что Белоусов еще стрелит. Я вам говорил, я вам говорил, когда Белоусова меняли, что это подарок для ВСУ. Ну, кто был прав? Все эти бесконечные профессиональные журналисты, которые рассказывали, как он классно армию организует. Или ваш покорный слуга. Ладно, извините, извините. Ну немножечко, ну знаете, иногда хочется попить из кружки с надписью «Я же говорил». Итак, ошибаться можно, врать нельзя, пишет Юрий Подоляка. Доклад президенту о ситуации в Курской области. Давно не видел нашего президента таким злым. Не сулит это кое-кому ничего хорошего. А по поводу того, что продвижение противника остановлено и он будет отброшен, цитирует Герасимова Подоляка, да, когда-то так и будет, но пока он точно не остановлен, хотя есть некоторые у него при этом проблемы. Но это не заслуга генерального штаба, а заслуга пацанов на фронте, в том числе и пограничников, которые в лучших традициях своих дедов удерживали КПП Суджа более суток, не имея тяжелого вооружения. И когда враг был уже на территории, вызвали огонь на себя, до конца исполнив свой долг. Я начал именно с этого. Знаете почему? Потому что у меня есть смешное видео о том, как они исполняли свой долг и удерживали пост до Талова, как писали другие зетники. Хотите посмотреть, как героические пограничники удерживали Суджу? Пожалуйста, несколько видеозаписей для вас. Субтитры сделал DimaTorzok Ну как, классно? Я думаю, если бы деды так удерживали, то Гитлер бы, возможно, до сих пор был бы у власти в каким-нибудь подключенном какому-нибудь аппарату. Ну ладно, давайте теперь к вопросикам, которые задают Z-каналы своим официальным лидерам, своим официальным лидерам в лице Владимира Путина, Министерства обороны и так далее. Начнем с того же Юрия Подоляки. Вторжение ВСУ в Курскую область. Вопросы без ответов, пишет он. Сейчас, когда главная динамика первых двух дней немного ослабла, пришло время задуматься и задать несколько вопросов. Задуматься о том, а как так получилось, что спустя два с половиной года в Курском приграничье не была создана полноценная линия обороны. Нету пацанов нормальной связи. Отчасти прикрытие границы, судя по их действиям, не имели четкого плана действий, действовали по обстановке и были разбиты. В мае этого года мы заходили в Волчанск, и у противника также было много проблем. Причем, по сути, тех же самых. И даже с тех событий прошло три месяца. Думал, хотя бы это должно было кого-то насторожить, и что-то должны были поменять, учесть, исправить. Но нет. И результат мы видим на картах. Противник прошел через нашу линию обороны довольно легко, в отличие от событий прошлого лета на Запорожье. Причем там высоубили на всю свою мощь, не то что на Курщине. И что самое лично для меня странное и до сих пор непонятное, так это то, что единственный, кто у нас сегодня сидит, сейчас под домашним арестом, а до этого в СИЗО, за разворовывание средств при строительстве линии обороны, это генерал Иван Попов. Как раз тот самый генерал, который даже по отзывам противника построил непреодолимую оборону в полосе своей 58-й армии, и который во многом спас в прошлом году страну от огромных, как мы теперь видим, проблем. Ни у кого не возникает вопрос, почему все у нас так. Лично у меня он уже возник. Может, пора что-то менять уже в нашей привычной системе, где все вроде бы хорошо, по крайней мере, по телеку так говорят, а по факту, мягко говоря, не очень. И пока мы будем убеждать себя, что все хорошо, ничего в работе нашей системы меняться не будет. И в этом я в очередной раз убедился сейчас на Курщине. Ровно та же рефлексия, что два года назад во время боев под Балаклеей. А с другой стороны, зачем кому-то что-то менять? Ведь по телеку нам говорят, что все хорошо. Хорошо. Роман Алёхин, в котором у меня отдельная любовь, и это прям идиот. Это человек, который не просто идиот среди зетников, но он идиот, который позиционирует себя как специалист в, знаете, в чем, в коммуникации, вот в управлении сознанием и прочее. Он все время пытается использовать наукообразные термины, использует их совершенно не в попад, ну и прям дебил. Политологом еще себя называет. Поэтому у меня к нему отдельная любовь. А недавно он стал еще советником губернатора, не поверите, Курской области. Иронично. Блин, если бы можно было откатить назад, например, ему в прошлое как-то послать весочку, он бы, наверное, не стал губернатором Курской области, как советником губернатора Курской области, как Белоусов бы не стал министром обороны. Я думаю, что один из самых счастливых людей прямо сейчас это Сергей Кожугедович Шойгу, который понял, что его очень сильно пронесло. Но неважно. В общем, Роман Алёхин сначала писал два дня, что все супер-пупер, что все контролируем, что ВСУ будут разгромлены и так дальше. Но на второй день, под конец второго дня, восьмого уже числа, не выдержал. И вот что написал. Ошибаться можно, врать нельзя. Он тоже пишет, как и другие дебилы. Вот не думал писать про ситуацию на фронте. Для этого есть те, кто умеет это делать умно, что ли. Например, как товарища Юрия Подоляка и два майора. Как и думал, всю свою управленческую аналитику и разбор дать после, так как надеялся, что ситуация к обеду выправят. Но просто в то, что происходит, я поверить не мог. Я думал, что все это пусть и череда, но все же ошибок, которые быстро исправят. Но после выступления начальника генерального штаба я просто уверился, что это уже не ошибки. Знаете, вот что меня начинает напрягать, что я снова вижу один корень в следующих словах и фразах. Провокация, продвижение вглубь территории РФ не допущено, враг остановлен. И перегруппировка с отходом на более выгодные позиции. А когда всплывают в голове эти фразы, то вспоминается череда лжи по Херсону и Изюму, которые же точно тогда еще были русские города. Это нисколько не паника и не попытка ее создать, потому что русский солдат здесь этого не допустит. Косьми ляжет, пойдет с автоматом и Ф-1 на танки, но не допустит. Но я знаю, какую цену мы платим за не ошибки некоторых, в том числе, кто докладывал сегодня Верховному, как и эти два дня. Я уверен, что Верховный уже получил прямо после доклада НГШ информацию о реальной ситуации в Курской области из других источников и о причинах, которые не связаны с тактикой, командирами на местах и бойцами ВСРФ, погрануправления, ФСБ и Росгвардии, которые жизни своей не щадят. А связано это с ложью о техническом обеспечении, связи ЮРЭП, наличии средств защиты и поражения, а также с использованием разведданных и, главное, развития ситуации. Странно, но почему-то опять всплывает в памяти генерал Армагеддон и почему-то опять в кризисной ситуации. Нужно исправлять и нужно вернуть воодушевление в войска и дать надежду людям, пишет Роман Алёхин. Вы знаете, и это удивительно. Какой надежды людям, какое воодушевление? Вы еще несколько дней назад говорили, что российская армия идет, громит, непобедима, у ВСУ ничего не получится. День назад вы говорили, что у ВСУ агония и очередная пиар-попытка. А вот вы уже сняли штаны, промазали все вазелином и говорите, что все пропало. Да как можно быть настолько просто какими-то, я не понимаю, как можно быть такими инфантильными? Как можно быть настолько жалкими? Как можно самим врать, а потом обвинять других во вранье? Ладно, эти зетники-людоеды, окей, они хотят уничтожения Украины, окей, они мрази и подонки, окей, но тупыми-то настолько, как можно быть? Рыбарь задает следующий вопрос. Курское направление, кто ответит? Мы редко позволяем себе эмоциональные посты, когда вопрос касается боевых действий, пишет Рыбарь. Все же, пока люди работают на передовой, выступать в едином стане со все пропальщиками – дело неблагодарное. Однако противник накапливал силы два месяца. Два месяца в бесполезные вышестоящие штабы шла вся полнота информации. Времени на принятие соответствующего решения было достаточно. В Курской области уроков из белгородского печального и трагичного опыта не учли. В итоге мы видим, как группировка прикрытия, состоящая из львов, тигров, героев, легендарных бать и прочих героев модных докладов, оказалась недееспособна. Цена тому захваченные в плен накануне срочники. Цена тому вошедшие в суджу и коренево силы украинских формирований. Тех самых, над кем в российской благосфере хохотали и говорили, что Зеленский готовится к сдаче. Ну что? Как подготовка к мирным переговорам? Тверды позиции? Как слайды и отчеты? Руководство Минобороны изменилось. Намеренно никто не лез и не ломал систему боевого управления. Намеренно не было аудита и охоты на ведьм среди военных гениев. Если цена эффективности этой системы боевого управления, вход немощных, деморализованных сил противника в два административных центра Курской области, то может пора навести порядок? А то уголовные дела о растрате это здорово, но плаха плачет по эффективным командирам, героическим героям и обычным лжецам. Заканчивает свой пост рыбарь. Проговаривай очевидное. Я вам все это рассказывал. Слушайте, вот мне зрители не дадут соврать. Вот пока я рассказывал, что в реальности происходит с российской армией, с российскими командирами, что на самом деле в России дефицит кадров, что на самом деле коллег в бой ведут. Что происходило в этот момент? Боты, зетники и присоединившиеся к ним световцы и прочее говно. Ну то есть там, я не знаю, какие-то незлинские ребята. Еще кто-то такие, ой, да вы все время говорите, что у российской армии все плохо, а у Украины все хорошо и прочее. Хотя я рассказываю про все проблемы украинской армии, но не важно. Что по итогу? По итогу оказывается, что прав был я, а говна поели, как всегда, за каналы. Извините, да, слишком большая кружка, я же говорил. Все, убираю ее и не буду больше доставать. Вообще тщеславие грех, гордыня тоже, поэтому убираем. Ну просто, извините, накипело, что называется. Кстати, ровно так называется мой телеграм-канал. Заходите, если еще нет. Но продолжим с рыбарем. Здесь еще можно добавить, пишет он, что большую роль в произошедшем в Курской области сыграла очень низкая плотность войск на участках. В числе прочего, это позволило противнику сначала обходить и окружать опорные пункты, а затем идти по пустым дорогам колоннами. То есть ВСУ вновь нашли очень тонкое место и прицельно туда ударили. Чего-то совсем принципиально нового в такой тактике нет. Именно так украинские формирования наступали осенью 22-го года в Харьковской области. Аналогичным образом они пытались наступать в Белгородской области в марте, однако обломали зубы о стоящую там группировку, подразделения которой к такому сценарию оказались готовы. А еще у всех описанных выше случаев была общая черта. В каждом из них приготовления и планы противника были известны, о чем непрерывно шли доклады наверх. Так что объяснить события огромной внезапностью при всем желании не получится, зато недостаточными приготовлениями, игнорированием нависающей проблемы и пресловутым авось вполне. В общем бы хотелось, чтобы предстоящий аудит, да-да, он все равно случится, система боевого управления не ограничился лишь снятием с должностей, а включал в себя глубинный анализ того, почему такое происходит вновь и вновь, даже после всех неоднократных кадровых перестановок на командных должностях. Опять же, сколько раз мы с вами говорили, что от переменами слагаемых ничего не поменяется, что это проблема системная, а не проблема в конкретных персонажах, что это путинская система, взрочная на коррупции, профессиональной деформации и превалированием принципа лояльности над принципом профессионализма. Ну ладно, пусть Z-каналы и дальше продолжают витать в облаках. Старший Эды, один из самых шапкозакидательских российских каналов, постоянно рассказывающий, как Украина вот-вот со дня на день будет уничтожена, пишет следующее. Читаю в интернете огромное количество статей по поводу сражения на Курском направлении, испытываю странное чувство. Все знают, что надо делать и куда пойдет враг. Откуда, интересно? Ладно, смысл не в этом. Люди, находящиеся на фронте, знали, что враг обязательно попытается нанести подобный удар. Но, как мне кажется, есть и другие люди, может, даже носящие военную форму, но в силу обстоятельств и служебной необходимости, находящиеся от фронта далеко. Кто не верил в подобное, испытывая глубоко религиозную уверенность в том, что наши границы священны, это действительно так, и что благодаря их святости враг ни в коем случае не пойдет на такой удар, так как будет испепелен огнем с небес за святотатство. То, что до этого украинцы уже переходили наши границы в Белгородской области, истово верующих не переубедило. Ситуации, подобные нынешней, нам бы очень помогли пограничные войска, а именно зеленые фуражки в советское время должны были отбивать нападения, подобные вчерашнему, используя для этого собственную силу и мощь, включая артиллерию и танки, а уже потом к ним на помощь подошли бы регулярные армейские подразделения. Но пока у нас ПВ еще не воссозданы, и погранцам совместно с армейскими частями в силах малых приходится охранять огромный участок настоящего фронта, который лишь официально носит название «Государственные границы», по факту являясь линией боевого соприкосновения. «Пенять и ныть, а вот если бы были ПВ, как в СССР, сейчас не стоит, но это просто еще один факт, который призван доказать ошибочность их ликвидации и переход к скорейшему восстановлению в полном объеме», пишет старший Эда. Но я напомню, что у ВСУ, несмотря на то, что они ведут наступление в Курской области, делают это достаточно успешно, судя по нытью Z-каналов, все еще гигантская проблема заключающаяся в том, что российская армия пытается уничтожить Украину. Заход в Курскую область — это не попытка Украины сделать больше собственных территорий, это попытка оттянуть российские войска и в том числе создать точку давления для того, чтобы в дальнейшем на возможных переговорах вернуть свои территории. ВСУ защищает свою страну, свою родину, которую Россия два с половиной года пытается уничтожить, бомбит, убивает население и так далее. Поэтому в СУ необходимо помогать, и помогать активно, особенно сейчас, особенно на тех направлениях, где большие проблемы. Одно из них — это Торецкое направление. Вы наверняка про него слышали. Покровское направление и Торецкое направление. На Торецком направлении россияне пытаются идти вперед. Они, кстати, были чуть-чуть отброшены от Нью-Йорка, но все равно ситуация там довольно серьезная, и уже некоторые передовые группы россиян зашли в сам Торецк. Поэтому поддержите сбор на Мавике для одной из групп, действующих на Торецком направлении. Вот ссылка, QR-код, точнее, прямо перед вами. Ссылка будет в описании. Давайте посмотрим обращения от этих военных. Бажаем вам здоровья. Мы, воины 32-го механизма бригады, просим вас поддерживать наш сбор с метою купивли новой антенн для пилотов Мавик. Также обладание для пилотов ТВ с метою более цельного и эффективного вражения ворога. Война не стоит на месте, она постоянно изменится. Мы хотим и намагаем спинок с часом. Поэтому просим вас поддерживать наш спир. Разом переможем. И слава Украине! Спасибо большое всем, кто поможет. Внизу будет ссылка на банку, ссылка на карту, ссылка на Paypal. Пожалуйста, давайте вместе поможем им отдавать отпор россиянам на Торецком направлении. Ну а теперь возвращаемся к Znet2. Самое вкусное еще впереди. Фронтовая птичка пишет. Трезвый взгляд. Часть 1. Курская область стала неким ударом пощечины тем, кто забыл, что нужно всегда держать у себя в памяти, возможно, агрессию противника, несмотря ни на что. На фоне всех томных, но таких сложных для наших воинов продвижений по линии фронта, мы сделали вид, что у нас все под контролем на других участках, где сосредоточение наших усилий, а именно не только опытные бойцы, но и резервы с прикрытием, это дело несущественное. Ведь противник и так истощен, куда уж ему. А те наши подразделения, которые не приняли бой на своих рубежах, сделали именно то, что от них и ждали люди, непосредственно оценивающие их боевую подготовку и готовность к действиям во время учебы. Но надежда всегда умирает последней, особенно в кабинетах. В момент, когда мы в первую неделю начали вязнуть в Харькове, в СУ стали подтягивать туда многочисленные резервы, уже тогда люди, не первый день воевавшие честно и открыто, в своих кругах сказали, как только наш напор они сдержат, они пойдут в Курскую область. Не махая руками, не тыкаю пальцем, все предельно просто. Видимо, нужно просто быть на земле и анализировать свой успех не только по докладам своих подчиненных командиров, чтобы это понять. Воинкор Котинок, наш с вами любимый, с раздвоением личности, нужно понимать и отдавать отчет в том, насколько в сложном положении находится армия России, как вести полноценные общевойсковые боевые действия, тем более наступательного характера, в условиях численного превосходства противника. Повторяю, нам не хватает людей, на бумаге они как бы есть, а в реальности их нет. В итоге мы вынуждены наступать на силы, превосходящие нас по личному составу примерно один к трём. Но так законы войны не работают, это может обернуться, сами понимаете, чем. При этом объявлено, что мобилизации в РФ не будет, пока не будет. Получается, без объявления войны и военного положения у военного руководства связаны руки, в том числе законодательно. При действии военного положения, как известно, командует армия, а не гражданские администрации. Объявляется мобилизация. Части и соединения насыщаются личным составом, в том числе на опасных участках, где идет прорыв. Но сейчас военным это делать фактически запрещено по невоенным причинам. На это нужно политическое решение. Лично для меня загадка, почему не объявляется война, если идет прямое вторжение на территорию РФ. Курская область подверглась нападению. Населенные пункты вместе с гражданами оказались под контролем противника. В области даже не объявили контртеррористическую операцию. У нас на Кавказе три террориста соберутся в доме, объявляется КТО. А ведь именно контртеррористический формат предполагает определенные действия, в том числе спасение личного состава, выселение населения и так далее. Также фронтовая птичка задается вопросом. Вопрос на миллион. Где же та хваленная Росгвардия с кучей новых машин, красивой экипировкой и новейшими видами вооружения? Этот вопрос волнует даже больше военных, нежели гражданских людей. Я отчетливо помню, когда мы штурмовали и двигались вперед в первые месяцы войны, да и вообще всегда, мы много перемещались и проходили через тыловые населенные пункты, чтобы ударить неожиданно с разных направлений. Я всегда видел много-много росгвардийцев, которые стояли в тылу с очень суровыми лицами. Конечно, я понимал, что каждому свое. Где же сейчас камеры на шлемах? Черные тактические очки и крутые машины. На фоне этого я, видимо, не понимаю, что происходит в Курской области. Крупный Z-public LPR-1 пишет вчера вечером. Пока все плохо, очень плохо и хуже быть не могло. До стабилизации ситуация еще далеко. Даже после уничтожения регуляров и штурмов останутся сотни ДРГ. Настолько критической ситуации с 2014 года мы еще не видели. Рекомендация в населенных пунктах, где приблизились бои, уже никуда не выдвигаться. Считаем, что противник дальше Коренева и Рыльска пройти не сможет. Смотрите по обстановке, пишет он свое паническое сообщение. Филолог в засаде добавляет. В общем, что я могу сказать? С одной стороны, хорошо подготовленная операция, в том числе в части военно-технических средств, прорывы на достаточно широком фронте и на весьма чувствительную глубину, выход на оперативный простор и маневренные действия. С другой стороны, тонкая пограничная завеса и провал обороны, критическая нехватка сил для оперативного купирования кризиса, экстренная переброска на направления подразделений и спецназначения в качестве пожарных команд, выдергивание буквально избоя подразделений со смежного направления, активная работа авиации с хромающей точностью, в целом авральный режим реагирования, пишет он. При этом не соответствующая действительности уверение Герасиму в лицо верховному об остановке продвижения противника вглубь нашей территории при фактическом прорыве в СОУ к судже и ее блокировании противником. На текущем этапе ситуация выглядит как Балаклея 2-0, пишет филолог в засаде. И здесь интересно, что еще и признается, наверное, одним из первых, что действительно не просто перекидываются резервы, а что перекидываются они прямо из боев, то есть они перекидываются, судя по всему, с Харьковской области, из группировки войск Север, что позволит Украине либо додавить российскую группировку в том же Волчанске, либо даст возможность Украине освободить собственные резервы, которые воюют как раз в Харьковской области, и перекинуть их, например, на Донецкое направление, там пополнить группировку, которая на Покровском направлении сопротивляется российскому натиску, либо на Торецком направлении. Но, как видите, не очень радужны его представления о будущем. Записки ветерана пишут. Нехватка личного состава и резервов вот одна и самая главная причина происходящего в Курской области. Также добавляет. Если в течение недели мы не выбьем противника с нашей территории, то это будет означать переход боев на данном участке в стадию позиционного противостояния, как, например, сейчас в Волчанске и других участках фронта. И это крайне плохо. А учитывая, что целый районный центр оккупирован в ВСУ, это плохо вдвойне и сильно отразится на доверии к власти, чем незамедлительно поспешат воспользоваться вражеские ресурсы и ПСО. Сейчас нужно всем признаться, что ситуация крайне сложная, и перестать нести откровенную брехню, пишет записки ветерана. Большой анализ делает и Русварг. Обстановка на Курском направлении по состоянию на вечер, тогда еще 7 августа, вчерашний. Второй день продолжаются тяжелые бои в Курской области. Согласно данным из составленной карты товарища Романова, противник смог достичь успеха и выйти к населенному пункту Суджа. По информации, город был окружен, и у наших обороняющихся воинов ВСР России элементарно отсутствовала связь. На данный момент город под контролем ВСУ, пишет Русварг. Как утверждает товарищ Рыбарь, еще вчера в Курскую область на помощь батальонам перекрытия государственной границы пограничникам и силовикам начали перетягивать резервы от ССО и СПН до артиллерии и боеспособных соединений. Авиация работает вторые сутки без остановки. Какой вывод из этого можно сделать? Похожую тактику ведения боевых действий ВСУ продемонстрировало в сентябре 2022 года в Харьковской области. Противник вышел на оперативный простор за двое суток с возможностью продолжать наступление в направлении Курска с дальнейшей попыткой взятия Курской АЭС в Курчатове. Меры по усилению АЭС, как сообщается, уже предприняты. Либо сковать наши подразделения группировки «Север», которые ведут активные штурмовые действия в Харьковской области. Очевидно, что перебрасывание боеспособных соединений и подразделения ССО и СПН позволят задержать ВСУ, заткнуть дыры в рухнувшей обороне и не дать им пройти вглубь территорий. Но какой ценой это будет достигнуто? Самое интересное будет тогда, когда мы остановим своими силами противника и начнем выбивать их с русской земли. Бои приобретут характер, как на Донбассе, где каждый дом с улицей, каждая лесопосадка отбивается тяжелыми боями. Как долго мы будем выбивать их с территории Российской Федерации, задается он вопросом. Противник бросил свежие подразделения, снятые с наименее опасного для себя направления и скрыто переместил границы. Отсюда и началось наступление, которое оказалось неожиданным. Хотя по всем имеющимся источникам и разведывательным данным ожидалось наступление в осенний период. Оставалось только гадать, где будет нанесен главный удар. После неудачи контрнаступления на Запорожье в 2023 году украинцы решили реабилитироваться. Но что-то мне подсказывает, что эти самые опытные боеспособные подразделения сейчас перемещены на другое направление. В любом случае, прорыв осуществило не ДРГ, а полноценное объединение, состоящее не из одного батальона. Но самый глупый и больной вопрос, а не станет ли территория Курской области в роли разменной монеты в случае каких-либо переговоров, задается вопросом Русварг. На самом деле там еще много. Там есть отдельное с врагом Министерство обороны, которое все три дня продолжает рассказывать, что значит все враги остановлены, выбиты, и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Это супер неинтересно. Я бы мог с вами тут сидеть еще минут 40 минимум, разочитывая просто пост за постом, пост за постом, пост за постом. Но мне кажется, общая оценка понятна. У ЗД-каналов буквально истерика. Они во всем венят Минобороны, требуют отставки начальника генерального штаба, говорят, что все пропало, говорят, что не выбить уже противник, говорят, что он может дойти до АЭС, чего только не говорят. Конечно, часть из этого гипертрофирована. Я совершенно не уверен, что украинцам действительно удастся выйти к Курской АЭС, который находится в Курщатом. Несмотря на то, что эту гипотезу приписывают мне, это не совсем правда. Это не моя гипотеза, я ее подсмотрел, я ее вам рассказал, и наоборот сильно сомневаюсь в том, что это физически возможно. Тем не менее, мы видим, что вот идет к концу третий день украинского наступления в Курской области, и оно, конечно, самое впечатляющее, не за два с половиной года, а, как справедливо заметил, от 11 каналов за все 10 лет. Потому что ни разу еще украинские формирования не захватывали территорию Российской Федерации. И вот это началось. И теперь слово «захват» действительно применимо и к украинским силам. Это впрямую следствие решений Владимира Путина и российской армии. Украина тысячу раз говорила выведите войска с нашей территории, потому что Россия просто уничтожает украинцев и украин. Но Россия не слушается. Россия считает, что может вести эту войну в одни ворота сколько угодно. Но все имеет предел. А в эту игру можно играть вдвоем. Пожелаем удачи ВСУ. Пожелаем и удачи Зет-каналам. Субтитры создавал DimaTorzok